С кем всегда что-то не так в Польше? С влацом? С жондом? Люб с самими поляками? И нех поляцы не иритуемся, Бо то самое можно Поведить и о Украине. Тен сам кошек Чарный или белый, без Значения в супермаркете. И вели поляков, политологов Скажем, что Было за слишком мало Демократии. Был струк тоталитарный, Был пион власти. Земкевич даже говорит, Пион власти в Польше С примером с Пелсуцким Присоциал себя Что подать, что принять То есть обычных людей, Которые не имеют своего мозга, Но имеют Появления о честье, Патриотизме И это все А дальше Развинить, чтобы Утримать своих людей, своих Поляков в безопасности, В силу Милитарной, чтобы На него не нападали И решта не могут И также с демократией Еще больше Там хоть какая-то Влада есть в пионе Влада. А тут чистый балаган Левакопедали Педали левакцы, Анархисты, Ручные псевдопатриотцы, Ручные псевдонародовцы. Знов допроводзаем до Балагана и до Кленцки, Подобные до 10-го Рока под Смоленским. А может таки С примером Пелсуцкого Было Зазбыть мало Того пиону влады, Узурпации Тоталитаризма. Треба было еще Гвинты Барди Моцней Прикрэнцац З владом в Польце. Не появились С колян В Агуле. С тех колян, Где ехали войска Улани Пелсуцкого С гаджем На конях С флагами Польскими. А тут Поляцы, Которые Клинкаюнцы Вот так их Заставила Влада Тих Шляхчицей. Поключили Заставили Либерам Вета Торговица И решта. Ну а что делать Полякам? Они Престали быть Поляками Ставим Шарой Масом Шаром Масом На обслуге Окупантов Которыми Было Австро-Венгрия Тосим Кто Кищаются Улани Они ПО Поляки Какие Пришли!!! Зі以及 Росыскими, мы работаем и живем в огуре, и люди стали уже правым страном, в стране Ватыканом в свои часы. А тут какие-то там появились улажи, почему нам это нужно? Нам нужно там пленкать и лазить в ногах у Росы, чтобы она нам подрючала силы, чтобы мы не бунтовали. А мы так накренцами людей, поляков, чтобы они бунтовали, потом их спрятаем, этих людей, они идут на строчек, на расшал русских, ну, спрятания идут. А нам Россия дает еще царство, чтобы они не бунтовали. И эта практика, ну, прежде всего, и в Украине тоже, конечно. То в кем и в чем курдики-мурдики справа? В жонде или в людях, когда в Улане ядом, так, они очень погибли. Курди, ну, идиотизм, зрештым. С украинцами концентрационные, концентрационные таборы, лагри будовали им щечовым стрельцам. Курди будовали лагри, которые помогали полякам бороться в операции «Цуд над Вислом». За что потом и украинцы, которые представили этих щечовых стрельцов, были запердолены, замкнены в концентрационных лагерах. Ну, хорошо. Ну, такие славяне, ничего не делаешь. Любят мочить, забивать братьев, христиан и остальных. Ну, что делаешь? Ну, таких грехов. Так вот, ядом Улане, Пилсуцкий объяв влады, достойным, которое належало ему, бо он здобал то своим парсфазиум, своими уменнощами. И не только своими, а тем же имел выкштовление австралийской армии, как жоуниж, как стратег. И также войска Халера, которые были уничтожены из Франции, которые тоже там имели не злые опытные военные, чтобы бороться с этими большевиками. А кто бы с ними бороться? Чехи, которые замыкали окна и плюли на войска Улановского, Пилсуцкого, уже они уж, чехи, которые коллаборовали с жондом. Ну, торгаши, хандляжи, барыги и решта. И тут появилась такая балерина, балерон такой, Роман Дмовский, который скачет и кричит. Я был там, в Сейме, в Думе Российской. Я там выступил в Запольске, бла-бла-бла. Одна, верши, оповядал им. Другие, я был в Райхе немецком, тоже там выступил, тоже там верши оповядал. Я был во французском парламенте и тоже в Запольском. Слово замовил. Я, если тем, которому належит влада, ангелцузский неправоводственник, объял тем жондом. Мы видим поступить, чем нет. Памят, не подавайте за народовца, потому что не имеет Роману Дмомовским, а не Пис, ни с народовцами. На счастье плюнет во мне кровь коменданта Народовых Сиў Збройных из Лубевсццизны. Это как бы лучше, чем книги, которые у Пана на пулке, правда? Прошу Пана, то есть... То есть, отвечая на... Прошу Пана, то есть книги написаны через велких Полаков. Прошу не ображать Романа Дмомовского в первой kolejности. С целым шакунком, когда я читал Дмомовского, то Пана еще по-праве в гимназии не было. Такой балерон с дзечинской пиасковницей. Такой балерон с дзечинской пиасковницей. Но что мы видим сейчас? Чи, которые за него, за него, за него... Ну, то с Кремлем. Стратегия такая. В 12-м году началась, чтобы отсутствовать все, что про Пилсуцки, и сделать такой своп, замену на Халлера, на других богатеров. Никто не дискутует. Польский. Дмомовского ровно, но с которыми в его войско были конфликты. Были конфликты на грунте власти. И Кремль начался делать в 12-м году, или чуть-чуть... Так, где-то так. Так же отсутствовать Пилсуцкого с мапы исторической, патриотической польской. И заменять его, там, халлерами, дмомовскими вот такими, марионетками кремлевскими в свои часы. И творить, робить с тех поэтов, национальных право-ультрарадикальных лидеров. Ну, а народ все зажры. Таких лидеров, как Ляшко у нас. Ну, то Вагуле, то Пыдалевский лидер. Теж назвал себя ультрарадикалом. Калем, врачом. Але, как видим мы, этот делириус, что писовцы, которые про Пилсуцчицы, идут на смычку тех, которые про балерыны, балероны, тех, про дмомовских. Которые есть популистами чистой воды. И марионетками кремлевскими. Как они не хотят, чтобы так не называли. Но, де-факто, то сом. И они разом ухваляют уставы. Что там может быть разом с такими людьми? И выходит же, и не влады, и не поляцы. Они с вами винны. Так? В своих депривациях, в своих тратениях. И в своих депривациях. В своих депривациях, в своих депривациях. В своих депривациях. Никто не является винным. Так? Знову шукаем внутреннего врага. Может это снова украинцы винны. В этом. Хоррор. И может не от этого злого. Поляцы модлямся. И все равно уехали от этого злого. Который. Набы то, где-то там. Чтобы он не вошел в душу. В нашу святую душу. И что-то там не поразрабил. И не только с сидя. А и рождает. Керует. Тем поляков. Сполученство. Польске. Который постоянно. Чем-ле. До права за себя. До клянск. Те. 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 богат, смех, поцмевиска, разборов и других паскудных вещей. И выходит, что Полякам отбило самокрытиком, потому что они молятся против какого-то внешнего зла. А то зло сидит в среду. И они его не видят. И это пустая молитва. Они премидают в косточках, нистерк. А то, что им кто-то вказывает, а не свой патернализм, не свой, который их любит, то они только за... Ну, принимают только похвалу, что они кто-то, а решта этого света, то зло. А они велик, куда-то, праве свинцы. Хорор. И я тоже не хочу, чтобы такой самый псевдонационализм был и в Украине, там, где лидеры за своими идеями. Стефана Бандера, который сидел в польском вензине, в тот момент, когда Польска, разом с хитлеровскими немцами, окоповывала за Ольгию. Барзе такие факты интересующие, в которые Польска патчут нехцом. А еще дело влашне за то, же бандитерка пиратского барзо окрутно забияла и пацификала украинских покоевых обладателей крови украинских супермилитарного, которого уже бала вся целая Европа. А Стефан Бандера прошедел целую войну вензине, в немецком, фашистовском. И чьи лидеры, которые теперь берут за основу, за главную идею Стефана Бандера, они запоминают, что Стефан Бандера борзнул и очень криво с ОУНовцами, которые не хотели подлегать под борзнуть за всеми, за неподлегность Украины. А подлегали больше до немцев. Он с ними борзнул, али чьи лидеры дорожнейши националисты украинцы запоминаем, что треба так само борзнуть против коррупции, которая сжуца нашу кровь наиболее хлопцам. В котлы наиболее и рабуе Украина. Рабуе все, что можно порабовать, что не дорабовали за звездку радецкого. И они чьи новоцережные, джечейши, националисты, замыкаем очи на все. На выражение Украины в офшоры и решта, решта. Замяст того, чтобы забрать у Порошенка, у этих коррупционистов, просто форси. И рожать. Мы видим, как они будут рожать, когда забирают форсы. Потому когда окрутнейшая коррупция, они мельчут. И когда они отримают форсы, забранные у Порошенка, то вомблевость, их сумение уже видочное. Уж видочное. И я думаю, как они будут бороться чистым коррупциям. Правильно так, как и Порошенко. Вот так. И когда национальные лидеры в Украине игноруют основные вещи до усунения, до сглодения, то заброшенство, здрады, коррупции нет. Они еще и отримуют от этой заброшенства и коррупции форсики за то, чтобы они так попроводили только политическое житие свое. Замясть вальки они подсулаем для украинцев, для уха, для видов украинских только спектакулярное популистическое хасло. Кто национал социалист, кто социал националиста и тому подобное бздеты ружные, которые подсовывал полякам и Роман Дмовский в свое время. Чисто популизм. Ничего не имеется под собом. И выходит, же такой популистичный национализм спектакулярный, за которым ничего не стоит, никакой борьбы. Он часто еще хорший, чем внутренне загроза, загрожение для Украины. То внутренне игра в ниц, игра в популизм и допроводила польский до 1939 р. А Украина целый час тоже во все разберет. И против того, что наиболее ханебное, что псевдонационалисты и популисты используют целый час славное имя УПА, Украинской повстанской армии, которая реально боролась за суверен Украины. И карала, как и здравоохранцев, запчанцев карала, реально карала, как и армия краевая их карала. А че здравоохранцы сейчас на банковой, за жандзаем Украину, а украинцы тем только популистичным национализмом сказуем на то, что он не варь, он не ма под собом мощи джаваль ножчи. А плюс заложено и положено на пропаганду, на ошутство, окламство о тим национализме, что они пошли виржнеле, они на тиле только здатны, пустить виржненець когось, и решта кричат только мимикрия, какие-то популистичные и смягачив только в партийных назвах и тиле. Так что та дорога Дмовского бла-бла-блайки спровадзе до НИКОНД. То в чем тут главное седло морали, что как и в Польше и в Украине молодежь, патриотичная, украинцы, нормальные, хорошие люди, кричат Украина помад всего. То можно понять, то лучше Украина помад всего, чем пророссийская, васальская политика помад всего, которая была. То известная вещь, но сейчас сдохнувши Украину неподлегло сочет владе и остальное бегать и кричать то же самое, что было, когда еще не сдохнули Украину, как и в полисе. То уже зацепление, потому сейчас общие движения уже обозначены, как российская агрессия, путинская, паскудная, так и фундаментальный террористический мусульманизм, исламизм и остат, потому что еще нормальный, с которым нужно не бороться, а доказать. Его, потому наш Бог есть Иисус Христос. Он имеет мощность доказания и через Духа Святого мудрость, панование в людях мощи приконования, мудрости крестьянской и остальных. Сидят в долгом против одного врага, украинца и поляк. И когда этот враг натира, то украинец или поляк украинца пыта, что, слушай, мы сейчас вытяжем этого врага, а потом отвертся до тебя плечами и ты меня стрельнешь, так? выходит, то как лучше, с кем лучше бороться? Прежде тебя или против врага? Это очевидная вещь, известная вещь для христиан, которые понимают на геополитике, потому цивилизация, создание христианства, в общем, цивилизация осталась, развиная себя. Так что скакание и кричение «Польске понад всего», или «Украина понад всего», «Понад чем?» «Понад корупцием», так что не треба, только чтобы Украина это была, а то, что в ней коррупция, то, что в ней запчанство, здрава, панует, то как бы никого уже не обходит. Так и в Польше. Кристили, кристили, популистичные бегали, а вышло, что, когда Польская панала, сейчас пришел Пис, вшел на международную арену, на геополитике, а у него в голове только зацепленные те хасла. Бегаем с ними, и уже они видят, что они выглядят с этими хаслами только популистичным огидным шаром массам. В том краю, за который отдали житие, вольность, кровь, много патриотов, поляков. Ровно, как и в Украине украинцев, тоже патриотов. И до чего сейчас допроводзаем популистище том Польскому, либо Украине. хоро. Ну и на конец украинцы. Забачьте фильм Волонь. Там така правда, там така правда, она вам так сподоба еще. Теперь серия другая. Поляцы, забачьте фильм по клоще этого жидовского жидовского. Забачьте этот фильм, он вам так сподоба еще, там така правда, там така правда. кламство и ошутство повраться еще тем самым местом, тем самым бумерангем с повротом.